Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Программа «Поговорите с доктором» Свои вопросы можно задавать на нашем сайте orininform.ru Мы будем работать для вас в течение часа И готовы начать этот диалог Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в гости Вы знаете, я не случайно сказала, что живейший интерес вызывает сегодняшняя тема Мне кажется, что позвоночник и суставы Вот просто, я не знаю, патология номер один Поскольку сама заинтересована во всех вопросах и ответах, которые заданы Давайте начнем, не откладывая в долгий ящик Я думаю, вы распределите между собой, кто будет отвечать на тот или иной вопрос И первый от Натальи Петровны Она спрашивает Это у моей мамы был артроз суставов пальцев рук Эта болезнь может передаваться по наследству Ну, вообще, если идет поражение мелких суставов кистей Артрозной болезни, вообще чаще всего это Ну, называют это первичным поражением суставов То есть есть остеоартроз, заболевание Которое разделяют на первичный и на вторичный То есть первичный как раз развивается таким образом Что поражаются мелкие суставы кистей Это межфаланговые суставы кистей Они становятся толщинами, разрастаются Возникают определенные болевые ощущения, ограничения движения Подвижность снижается Подвижность снижается суставов Ну и, как правило, эти боли носят механический характер Связанный с нагрузками физическими Или стартовый характер После того, когда пациент находился в покое Начинают движения, возникают боли в суставах Но вообще доказано, что любое заболевание Вот ревматологическое, в частности, к которому Относится первичный остеоартроз Возможно, передается по наследству То есть чаще развивается у близких родственников Конечно, это возможно Но есть и внешние факторы, которые способствуют развитию Этого заболевания Но есть и внутренние, так называемые, факторы генетические То есть Наталья Петровна тревожится не случайно в этом смысле Да, конечно, нужно обратить внимание Если есть симптомы подобные, такие, как у ее мамы Теперь давайте ответим на вопрос Ирины Васильевны Она пишет Появились шишки на суставах пальцев рядом с ногтями Что это за болезнь и как с ней бороться? Ну, может быть, я начну Да, пожалуйста, Юрий Ильич Так называемым поперечным плоскостопием На стопах, когда формируется поперечно-распластная стопа И появляются так называемые вот шишки У женщин чаще всего это происходит где-то в 90% случаев Связано с хождением в обуви на высоких каблуках В таких случаях, конечно, показано оперативное лечение Но в любом случае, прежде чем говорить о каком-то лечении Нужно проконсультироваться со специалистом Это можно, допустим, сделать у нас в больнице У нас можно записаться на прием У нас есть ряд травматологов, ортопедов Которые занимаются конкретно патологией стопы И они проконсультируют и окажут То есть вы полагаете, что речь идет о стопах, да? Не о кистих Я могу сказать, можно я добавлю, да? Но суть в чем, что надо разобраться вообще Какие эти шишки, так сказать Косная структура, либо это мягкотканные какие-то изменения Потому что масса заболеваний То есть, например, при ревматоидном артете Могут быть ревматоидные узелки Которые являются такими эластичными И как бы мягкотканными А если это действительно разрастание костное То это уже может быть То есть нужно разобраться В любом случае, что за шишки Да, Елена Васильевна, вот сейчас В наших условиях мы не сможем Если бы, может быть, какая-то фотография была Либо еще что-то Мы, может быть, смогли сориентироваться Я так полагаю, что болезнь позвоночников и суставов Не только прерогатива женщин Но и мужчины тоже страдают от болевых ощущений И вот Иван Сергеевич вступает в диалог с нами И спрашивает У меня уже два раза за последние полгода Пишет Иван Сергеевич Был вывих плечевого сустава Что, в этом случае мне нужна операция? Точнее, Дон? Я думаю, да То есть если у него два раза за один год Был вывих суставы Даже полгода? Даже полгода, да То это у него сформировалась Так называемая хроническая нестабильность Плечевого сустава Которая требует оперативной коррекции Иначе это так и будет продолжаться Причем я бы рекомендовал ему не затягивать с этим То есть нужно прийти тоже на консультацию к нам Потому что существуют различные виды оперативных вмешательств В зависимости от той или иной ситуации Это можно разобраться только после обследования И консультации очной Дмитрий Юрьевич, вы не рассказали Можно прийти к нам Давайте сориентируем аудиторию Куда к вам? К нам в 4-ю городскую больницу Можно записаться на прием по телефону 4588-00 У нас консультация специалистов по записи По этому телефону сориентируют К какому специалисту записаться И подскажут на какое время Ну я так полагаю, что первые 3 вопроса На которые мы благополучно дали ответы Все-таки принадлежат оренбуржцам Хотя уточнений не было А сейчас к нашему разговору присоединяются Жители города Орска Если быть точным, пациенты Городской больницы Орска номер 2 Итак, Орчане Петр спрашивает Можно ли самому Удивил вопрос Можно ли самому вправить вывих сустава плеча Или все-таки нужно обращаться к врачу Все-таки нужно обращаться к врачу Потому что, во-первых, определить на глаз Действительно это вывих или перелом нельзя А во-вторых, при неосторожном вправлении вывиха Можно сломать плечо Вообще экстремал, Петр, прямо скажем Но не рискуйте Давайте все-таки обращайтесь к специалистам Уж в этом-то случае Только к специалисту Я еще хотела добавить, если можно То есть вот эти привычные вывихи Петр не указал, какого он возраста То есть есть такой синдром Соединительно-тканной дисплазии Если это молодой человек То, может быть, тоже стоит Обратить на это внимание И понять природу всех этих частых вывихов Если он задает вопрос, видимо, у него не первый раз Наверное, происходит такая ситуация Да, у меня тоже такое подозрение Поэтому нужно еще и вот эти моменты уточнить Я еще раз хочу обратиться к нашей аудитории К тем, кто только-только присоединился к нашему вещанию Вы смотрите очередной выпуск программы Поговорите с доктором Мы уже четвертый год в эфире И эта программа вызывает неподдельный интерес У нашей зрительской аудитории Вы вступаете в прямой такой диалог К разговору с врачами, которые отвечают на ваши вопросы Сегодня тема нашей программы Лечение и профилактика заболеваний суставов и позвоночника Пожалуйста, присоединяйтесь Пишите к нам на сайт Отправляйте свои вопросы И на них, думаю, не без удовольствия Все-таки ответят наши гости Главный ревматолог Минздрава Оренбургской области Ольга Николаевна Беляева И главный травматолог Минздрава Дмитрий Юрьевич Пупынин Ну, с вашего позволения, продолжим У Елены Олеговны вот какого порядка вопрос Раньше, пишет она, ревматизм был очень распространенной болезнью А скажите, пожалуйста, вот сейчас людей с таким диагнозом много? Ну, вообще, понятие ревматизма, как бы вот Ну, в такой выбывательской, будем так говорить, средине, в медицинской Оно несколько может быть сложное То есть вот раньше называли ревматизмом буквально, ну, все заболевания суставов Заболел сустав, значит ревматизм Да, ревматизм Но на самом деле, конечно, ревматизм это системное заболевание, которое развивается То есть постинфекционное, то есть с инфекционной природой И вызывает ревматизм бета-гемолитический стриптококкласса А С которым практически покончено в мире В связи с тем, что был изобретен, ну, пенициллин, будем так говорить То есть пенициллин сделал свое дело Ну, и в основном, то есть, как бы поражение суставов при ревматизме есть Но это только верхушка айсберга То есть основное поражение, это поражение сердца Как говорили вот наши учителя, что ревматизм лижет суставы, накусает сердце То есть это пороки сердца Сейчас вот последние десятилетия в Оренбургской области Просто спорадические случаи острой ревматической лихорадки Так сейчас называют ревматизм То есть по новой классификации Ну, по новому пониманию, как бы, вот проблемы этой И в основном это у детей до 18 лет такие эпизоды И они единичные Но вот я знаю, что в 2010 году был зарегистрирован всего один случай У нас такой в Оренбургской области И сейчас мы видим пациентов с ревматизмом Это пациенты с пороками сердца Это в основном, будем говорить, пациенты из 60-х, 50-х годов Родом, послевоенные пациенты Тем, которым уже проводили корректирующие операции на сердце Вот сейчас, в данный момент, вот у меня в отделении несколько таких пациентов Которым уже нужны и повторные операции на сердце То есть вот, ну, не стало таких, будем говорить, свежих случаев То есть мы видим, ну, отголоски тех вот Определенного отрезка времени Да, определенного отрезка времени Именно в тот период был создан институт ревматологии Российской академии медицинских наук И основная задача его была именно борьба с ревматизмом То есть сейчас несколько другие задачи перед ревматологами стоят То есть, в общем-то, с этим заболеванием на сегодняшний день, я могу сказать То есть не покончено, но, в общем-то, понятны методы профилактики Понятны методы лечения Ну, и статистика более не успокаивающая Да, статистика такая, что мы как бы не видим острых событий То есть, может быть, и инфекции сейчас протекают более скрыто, потому что Наши пациенты, предполагаемые, более широко стали применять антибиотики по любому поводу То есть там самостоятельно назначают себе антибиотики, антибактериальные какие-то препараты И мы не видим острых таких вот явлений Порой уже, ну, просто случайно у пациента какое-то сердечно-сосудистое событие случилось Там инсульт, либо нарушение ритма какие-то произошли Мы начинаем обследовать пациента и выявляем у него порог сердца То есть, а так он чувствовал, в общем-то, себя благополучно И только когда развелось это острое событие, выяснилось, что у пациента оказывается ревматический порог сердца И тогда уже как бы начинается работа другого плана То есть там решаются вопросы об операции на сердце, либо коррекции там нарушения ритма В любом случае, я думаю, Елену Олеговну мы немножечко успокоили Антон присоединяется к нам Поставили диагноз «разрыв связок голеностопного сустава» Что посоветуете, доктор, как лечить? Дмитрий Ильич, вы? Ну, наверное, я давайте отвечу Разрыв связок голеностопного сустава тоже не совсем, конечно, понятный диагноз Для того, чтобы определить, какое лечение человеку показано Но я предполагаю, что у него какая-то нестабильность голеностопного сустава Обычный вид патологии, он требует достаточно серьезного обследования Для того, чтобы определиться, можно это лечить консервативно Или это требует оперативного вмешательства Поэтому, опять же, в этом случае я могу посоветовать ему только обратиться к травматологам Дмитрий Ильич, предположим, вот тот же самый Антон, который нам написал, не является оренбуржцем Из других регионов Оренбуржья люди могут рассчитывать на помощь ваших специалистов? То же самое, они могут записаться к нам на консультацию наших специалистов Приехать, и мы здесь как бы проконсультируем Если потребуется оперативное лечение, которое мы можем выполнить в нашей клинике Мы больных госпитализируем, независимо от места их жительства То есть это по программе ОМС, то есть это все бесплатно Ну, спасибо, от имени Антона Следующий вопрос от Аллы Юрьевны Два месяца назад появилась такая проблема, пишет она При ходьбе постепенно наклоняюсь вперед Живот напрягается И чтобы дальше идти, нужно опираться руками на колени Но боли при этом нет Сказали, что растяжение мышц живота Бывает вообще такое? И как это лечить? Ну, я чувствую, озадачили вас Я думаю, что, конечно, возможно, может быть у пациентки возникла слабость в мышцах спины Скорее всего А не живота Да, а не живота То есть есть такая, как бы, группа заболеваний Это миопатия различная То есть если, тем более, если у пациентки изменилась, возможно, и походка как-то И сложности при перемещении, да, вот и там при функциях ходьбы нарушена каким-то образом И при этом нету болевых ощущений Я думаю, что нужно, ну, если воспалительная миопатия, конечно, тут будут болевые ощущения А может быть, это и миостенические какие-то проявления То есть тут трудно говорить, ставить диагнозы Нужно, конечно, в первую очередь посмотреть на эту пациентку Что она имеет в виду, вот что это за ситуация Я согласен с собой, Николай, ситуация не совсем тоже понятная Но вот такая же ситуация, допустим, бывает при заболеваниях спины То есть в ряде случаев возникает острая нестабильность между позвонками Которая приводит к такому вот внезапному пролечу Который падает из слабости То есть боли нет, а ограничения такие Мы открываем все новые и новые страницы Не самые утешительные Ну, Алла Юрьевна, вот, ну, точно могу резюмируя все сказанное Добавить, что необходимо все-таки идти к врачу Нужно разбираться с этой ситуацией Чем быстрее, тем лучше Вновь вопрос от Арчан Егор Андреевич спрашивает Расскажите про межпозвоночные грыжи и как с ними бороться? Межпозвоночные грыжи – это следствие такого дегенеративного заболевания Как остеохондроз, когда происходит поражение позвоночника И позвоночных суставов, и межпозвоночных дисков Это связано с тем, что человек – существо прямоходящее И нагрузка на позвоночник у него, скажем так, одна из самых больших нагрузок во всем организме Особенно во время вертикального положения и при ходьбе Поэтому со временем Еще плюс это связано, я добавлю, с тем, что современный человек склонен к малоподвижности То есть мы очень мало двигаемся, не занимаемся ни физкультурой, ни гимнастикой Поэтому у нас слабнет мышечный каркас спины В результате чего возрастает нагрузка на передние отделы позвоночника Которые скреплены между собой, между позвоночными дисками В результате эти диски, которые выполняют, скажем так, амортизирующую роль Со временем выходят, скажем так, из строя В результате чего они разрушаются И происходит выдавливание их ткани в какое-то место Оно может происходить как в сам позвонок, допустим, в кость Так может происходить, допустим, в спинномозговой канал Либо в межпозвоночное отверстие, куда выходят корешки То есть как раз нервы, которые иннервируют различные части тела Вот в этих случаях как раз возникают основные проблемы То есть когда корешки сдавливаются Вот этим остатком, скажем так, дисковыдавленным Который и есть как раз спинномозговая грыжа Происходит какая-то неврологическая симптоматика Которая может начинаться как раз Человеку может казаться, что это не связано с его спиной У него может заболеть, допустим, плечо, локоть, колено Но боли обычно носят эридирующий характер Могут появиться какие-то неврологические расстройства То есть анемения, парастезии в какой-то области Если это шейный отдел позвоночника То такие изменения будут происходить на руках Если это поясничный отдел позвоночника То, соответственно, такие изменения могут происходить на ногах Остео, как бы вот эти проявления Все они обычно начинают лечиться у невропатолога Или у невролога, да А уже в запущенных случаях этим занимаются ортопеды То есть специальные или нейрохирурги Ну сейчас, скажем, нет пока такой специальности вертебролог Как бы специалист по позвоночникам Но есть уже ряд специалистов, которые оперируют в основном на позвоночнике Вот, допустим, у нас в клинике есть такие специалисты Потому что эти операции, они высокотехнологичные Вот, и требуют там индивидуального подхода В зависимости от стадии заболевания Ну и опять же, так, операции на позвоночнике требуют Такого серьезного подхода Да, вы видели, нам только что принесли еще один вопрос От нашего зрителя или зрительницы из Дедуровки Возраст указан, 79 лет, сможем ли мы ответить на него Проблема опоясывающая лишай Лечит только в Оренбургской РБ Постгерпетическая невралгия бедренного нерва слева Выраженный болевой синдром Куда обращаться? Ну, я думаю, что это, конечно, нужно обращаться к невропатологам Если это неврологические боли Но я хочу сказать, что герпес зостер, который, видимо, перенесла пациентка Ну, это такой достаточно знаковый симптом, говорящий о том, что, конечно, нужно провести полное соматическое обследование пациента, чтобы выяснить тоже причины Как правило, у пациентов ослабленных, с иммунодефицитом, но и с различными серьезными достаточно заболеваниями, может быть, вот развиться такая симптоматика Поэтому, конечно, вот эти невритические боли, это лечение у невропатолога А разобраться с причинами вот именно возникшей такой ситуации Возможно, у терапевта, у которого наблюдается пациент То есть пройти соматическое обследование полное Да, спасибо, мы ответили Вопрос от Надежды Она интересуется, помогает ли при болезнях суставов криотерапия И вообще, как часто можно ее применять? Ну, криотерапия это лечение холодом Ну, как бы, криотерапия на сегодняшний момент, в общем-то, применяется при лечении суставов А еще, говорит, суставы любят тепло Но ее нет пока ни в каких стандартах лечения То есть есть исследования о успешном ее применении Скажем, мы в своей практике пока не применяем Хотя, вот даже, допустим, по нашему направлению, по травматологии, именно ортопедии Есть такие научные исследования в России, которые проводились О применении локальной криотерапии интраоперационно на суставах То есть это когда во время операции суставной хрящ подвергают резкому охлаждению При помощи жидкого азота, ну, там, при помощи специального набора инструментов И вот по данным этих исследований это дает определенный положительный результат По восстановлению этого хряща Ну, скажем... Но пока медики Оренбуржии не освоили этот метод? Нет, в принципе, он имеет место быть, конечно, этот метод Понятно, что есть эффекты Но, как бы, наши все рекомендации основные Они основаны, ну, как бы, на доказательной медицине То есть нужны вот эти многоцентровые, видимо, исследования Которые докажут действительно эффект этого метода На большой популяции пациентов И тогда, возможно, вот этот метод будет включен и в стандарты В рекомендации по лечению определенных каких-то заболеваний Ну, а наши замечательные медики, я думаю, с легкостью освоят его Продолжим Елена спрашивает Все хвалят сольеретскую грязь А можно ее применять при артритах? Ну, мы знаем, конечно, такие благодатные, да, свойства сольеретской грязи Но любое лечение, оно должно быть рекомендовано, конечно, специалистам Вот пациентка или... Елена Елена, да, она не указывает, какой именно у нее артрит Что за заболевание Но основные показания к физиотерапии, конечно, в стадии обострения Любое заболевание, конечно, не подлежит лечению В каких-то вот реабилитационных таких вот учреждениях То есть требуется уточнить степень активности заболеваний Показания, противопоказания для данного вида лечения Это тоже лечение Ну, тогда в продолжение темы, нашим собеседникам, вам, дорогие зрители Я хочу напомнить, что неплохо было бы в ваших вопросах указывать и возрастной ценз И как-то более подробно указывать на болезни, страхи и патологии, которые вот ходят за вами хвостиком Для того, чтобы мы как-то вот разрулили ситуацию Пожалуйста, если у вас возникнет желание написать нам вот после этой минуты Сделайте это, поговорите с доктором Ваши собеседники на сегодня Главный ревматолог Министерства здравоохранения Оренбургской области Ольга Николаевна Беляева И главный травматолог Минздрава Дмитрий Юрьевич Пупынин Вопрос от Виталия Слышал, наверное, вам, Дмитрий Юрьевич Слышал, что В 4-й горбольнице научились делать операции на кисти Расскажите, при каких заболеваниях вы помогаете пациентам? Ну, наверное, тут имеется в виду, что была информация, что у нас недавно освоены новые методы операции на кисти В прошлом году нам приобрели операционный микроскоп Министерства здравоохранения Оренбургской области И с прошлого года у нас есть возможности, выполняются операции по микрохирургии кисти То есть это можно выполнить, допустим, реплантацию пальца или кисти При наличии определенных показаний такой ситуации То есть, грубо говоря, пришить палец На сегодняшний год было запланировано порядка 20 таких операций На них выделяется определенное финансирование по программе высокотехнологичной помощи И эти операции выполняются на сегодняшний день А вообще операции на кисти выполнялись у нас и до этого У нас есть специалисты, которые проспециализированы именно по патологии кисти При повреждении сухожилий, при застарелых повреждениях сухожилий При определенных деформациях кисти и так далее А это как бы мы освоили еще один такой важный вид оперативных вмешательств Тем более, как бы требуется тем пациентам, которые получают травму внезапно И они не могут поехать и получить эту помощь где-то за пределами Оренбургской области А можно вопрос специалисту? Дмитрий Юрьевич, а протезирование межфаланговых суставов планируется? Протезирование, да, планируется То есть мы технически подготовлены к этому У нас есть специалисты, проученные по протезированию межфаланговых суставов И мы сейчас как бы решаем вопрос о как бы введении То есть технически мы это можем выполнять Но сейчас не совсем у нас как бы мы готовы к тому, чтобы это было бесплатно для пациентов Оренбургской области Но если в случае это перспективы, вопрос решаемый и успехов вам и коллегам вашим Мы тем временем, продолжая программу, отвечаем на вопрос Анны Владимировны У мужа, пишет она, обнаружили подагру Периодически опухают большие пальцы на ногах и боли очень сильные Сказали, что нужна диета Расскажите, что можно есть, а что категорически нельзя при подагре А действительно при этом заболевание диета? Ну это самое главное Правда? И конечно это нестерпимые боли, приступы подагры То есть ну вот и в литературе были описаны случаи, когда пациент просто отрубал себе палец большой на ноге Потому что была такая нестерпимая боль То есть касание простыни, даже дуновение ветерка вызывает такие вот нестерпимые боли И конечно здесь самое главное, это лечение диеты Потому что мочевая кислота это продукты распада белков Поэтому здесь конечно Но я еще должна сказать, что это болезнь королей То есть габсбурги умирали от подагры, будем так говорить То есть болезнь таких излишеств То есть учитывая, что мы сейчас... Излишеств пищевых? Пищевых, да То есть мы практически... То есть наши предки, они не ели такого количества мяса То есть ближайшие там предки То есть не такими были мясоедами, как мы То есть практически каждый день мясо Какие-то копчености, колбасы В рационе концентрированные бульоны То есть вот это все как раз и не нужно употреблять пациентам с подагрой Но все-таки Аня Владимировна, давайте дадим конкретно такое То есть это самое главное, это мясо В таком вот виде, да То есть жареное барбекю, там какие-то шашлыки Вообще однозначно это нельзя Концентрированные бульоны То есть нужно супчики только постные Овощные Овощные, да Вот, затем бобовые Некоторые виды овощей, в частности вот томаты Кофе, там газированные напитки Это все из разряда запрещенных Запрещенные, да То есть вот эти вот продукты, конечно, нежелательно употреблять Молочные продукты? Молочные продукты высокой жирности нежелательно А вот с низким содержанием жира допустимо Рыбу можно, только нежирные сорта рыбы А крупы? Крупы практически все можно Но только исключить бобовые То есть это горох, фасоль Фасоль, да, вот эти вот Ну, я думаю, что... Ну, вообще с этими можно рекомендациями ознакомиться Я знаю, что в интернете очень широко, вот я вот сколько заходила К сожалению, не все виртуозно владеют, Ольга Николаевна Ну или, в общем, в принципе, доступна эта информация Из ваших уст это было ценно Я думаю, Анна Владимировна ради любимого мужа вообще Пересмотрит режим питания Его рецепт питания Его и свой Наталья Петровна спрашивает Знакомой поставили диагноз болезнь Бехтерева Расскажите, пожалуйста, что это за болезнь И чем ей можно помочь Женщине, да, поставили болезнь Бехтерева Но я хочу сказать... Знакомой Знакомой, да Что, в общем-то, это болезнь Воспалительное заболевание Поражающее позвоночник То есть развивается воспалительное заболевание позвоночника И крестцово-подвздошные сочленения Это сочленение То есть это сустав, который Объединяет кусти таза Как бы с остовым, с позвоночником То есть и вот поражение именно этих суставов Тоже воспаление Иногда поражаются и периферические суставы Связочный аппарат То есть при системных проявлениях этой болезни Поражаются органы глаз То есть это системное аутоиммунное заболевание Которое, в общем, как имеет и внешние причины Так и внутренние, тоже генетические То есть есть такое понятие о генах гистосовместимости Есть такой вот антиген Ашелябе-27 Который, будем говорить, у пациентов Которые являются носителями этого гена Не у пациентов, а вообще, будем говорить, у людей У них риски развития данного заболевания Гораздо выше, чем у людей Которые не являются носителями этого гена Но, как правило, вот это заболевание Оно имеет и семейный характер То есть вот у нас лечатся пациенты У которых двоюродный брат, например, страдает тоже Либо там дядя, либо отец Либо родной брат страдает Болезнью Бехтеревну Вообще, как в процентном отношении Конечно, это болезнь, поражающая в основном мужское население Ну и все чаще мы видим, конечно, и женщин Вот, но заболевание достаточно серьезное Относится к категории системных Поэтому методы лечения тоже очень специфичные И достаточно жесткие, будем так говорить Поэтому без уточнения, действительно, это заболевание или нет То есть специалист уже назначит патогенетическую терапию То есть терапию, которая будет направлена на механизмы развития этого заболевания То есть подавление вот этих аутоиммунных реакций То бишь агрессии организмов против собственных тканей Ну а исходом вот данного заболевания является, конечно, обездвиживание позвоночника То есть формирование кифоза То есть вот такого вот, да, особо То есть такая специфическая поза просителя развивается То есть ограничение движения практически во всех отделах позвоночника То есть вот мы уже как бы невооруженным глазом Ревматологи, да и доктора не видят Да, это идет пациент с болезнью Бехтерева Но Бехтерев описал заболевание уже в самой последней стадии его развития То есть когда уже полное анкилозирование развелось Позвонков межсуставных и вот, ну и других, возможно, суставов А на самом деле, то есть вот как на сегодняшний день Это анкилозирующая спонзилоартрит С такой многоликой и природой, как бы, и подходами к лечению Поэтому, конечно, здесь нужен уже специалист То есть просто врач-терапевт, возможно, и не сможет подобрать должного лечения Конечно, нужна консультация ревматолога Чтобы уточнить, уточнить стадию поражения И понять, вот специалисту нужно, какими именно препаратами нужно лечить Ну и тем более по-приятельски Наталья Петровна, своя знакома Должна посоветовать консультацию врача-ревматолога Именно, ну и как, наверное, помочь на чисто бытовом уровне, не более На чисто бытовом уровне А люди вообще ограничены в подвижности? Ну, я думаю, если только что поставили Возможно, это какая-то ранняя стадия заболевания Когда можно помочь То есть сейчас, на сегодняшний день, ревматологи вооружены такими методами Которые практически могут вызвать, ну, приостановить заболевание Развернуть его вспять, будем так говорить И качество жизни, по крайней мере, пациента значительно можно улучшить То есть есть такие методы Ну, спасибо за надежду, Ольга Николаевна Отвечаем на вопрос Владимира Делают ли у нас в области Спрашивает он, Дмитрий Ильич, явно вам отвечать Делают ли у нас в области операции по протезированию коленных суставов? И очень вас прошу, пожалуйста, поподробнее Операции по протезированию коленных суставов у нас в области делают Достаточно в большом количестве Хотя не вполне достаточном пока для жителей области, на мой взгляд Это планируется количество увеличивать Вот, делают на базе нашей больницы На базе областной больницы И еще, если я не ошибаюсь, в Бузулуке у нас делают Небольшое количество эндопротезирования коленного сустава Эндопротезирование коленного сустава Это такая достаточно распространенная операция на сегодняшний день Потому что очень большое количество больных Которые нуждаются в замене суставов в связи с системными заболеваниями Это с остеоартрозом, с ревматоидным артритом и так далее На сегодняшний день протезы сустава коленного достаточно хорошие по качеству И если операция проходит успешно, то пациент после такой операции Может рассчитывать на то, что протез у него прослужит достаточно длительное время То есть это 15-20 лет Восстановительный период сложный для таких пациентов? Сложный, потому что там требуется определенное время ходить без нагрузки на прооперированную ногу Плюс все-таки это достаточно тяжелая операция Которая может сопровождаться и кровопотери в том числе Ну, во время операции Поэтому могут не все пациенты, скажем, по состоянию здоровья подойти на эту операцию Опять же, требуют тщательного предоперационного обследования И плюс, как бы, тут нужно смотреть каждый раз индивидуально По выполнению этой операции Я думаю, мы поняли Вопрос от Арчанина Василия Теща сломала шейку бедра Ей 78 лет Скажите, доктор, могут ли ей заменить забедренный сустав на искусственный Вот в таком преклонном возрасте? Вообще, возраст считается ограничением? Нет, возраст не считается ограничением Во-первых, потому что у разных людей одного возраста Биологический возраст может быть разным Иногда люди, которым 80 лет, выглядят лучше, чем люди, которым 50 Ну, или даже 40 Вот, поэтому возраст тут ограничением не является Тут могут быть противопоказания, выявленные после ее обследования Потому что вот у нас в больнице были случаи, когда и под 100 лет проводили пациентам эндопротезирование Вот именно по поводу перелома шейки бедра Тем более в таком возрасте это единственный возможный метод, который позволяет поставить таких пациентов на ноги В принципе, и вообще, в принципе, сохранить им жизнь Поэтому тут нужно, как бы, сейчас решать вопрос Если она сломала шейку бедра, и можно ее прооперировать, то нужно срочно этим заниматься Человек-орчанин, ему эти вопросы, ну, чисто административные решать с ссорскими специалистами? Можно обратиться к нам Давайте еще раз телефон, Макеевич 4588-00 Спасибо Антонина Васильевна спрашивает Периодически очень ломят суставы рук, особенно на погоду Какие мази можно использовать, чтобы снять боли? Видите, как мы любим заочно полечиться Да, да Ну, метеозависимость, конечно, есть у пациентов с любыми заболеваниями суставов Сложно сказать Но вот мази, которыми, ну, широко пользуются Они, конечно, содержат, так называемые, нестероидные противовоспалительные препараты Основная их масса Поэтому, а для этой группы препаратов есть и показания, и противопоказания Поэтому даже и, как бы, через кожу идет такое системное воздействие тоже на организм Поэтому, конечно, в минимальной степени, чем, допустим, прием таблеток Либо там инъекционных каких-то форм Но, тем не менее, я думаю, что даже эти рекомендации должны быть Из уст доктора должны исходить И конкретно, да, при личном общении Да, ну, может быть, разогревающие мази Потом мази, содержащие, может быть, какие-то вытяжки Вот, допустим, там, экстракт сабельника То есть такие вот уже на слуху То есть те, которые именно являются безрецептурными формами Но продаются в аптечной сети Конечно, ни в коем случае там ни БАДы, ни какие-то гремучие смеси То есть вот это сложно А вот, знаете, вот всегда задаю вопрос вашим коллегам Да, вот по поводу разных заболеваний Вот народные медицинные заболевания суставов, позвоночника Это вещи несовместные? Или все-таки есть вот такое направление, которое поможет? Ну, есть, вот будем так говорить, мы тоже Погреть солькой, например Ну, то есть вот мы уже Помазать дегтем Вот я имею в виду Ну, есть народные рецепты Но они, наверное, исходят из уст народных целителей Как я уже говорила, что мы, в принципе, можем там Ну, на уровне там ближайших, может быть, родственников Какие-то рекомендации давать Поэкспериментировать Да, да, или на себе, да А вообще мы пациенту должны давать рекомендации Которые, как бы, основаны на законах доказательной медицины Поэтому, если есть доказательная база, мы, конечно То есть вот мази как раз с теми препаратами, о которых я говорила Там есть доказательная база, например, при артрозе мелких суставов Можно кистей, допустим, помазать суставы Ну, аппликации вот эти вот мазевые выполнить Либо выполнить, может, физиотерапевтические процедуры Прежде, ну, перед ними нанести, допустим Ну, в общем, народная медицина, это не к нам Это к народным целителям Ну, в принципе, есть народные рецепты Но, я думаю, это только при личном общении Хорошо Не в эфире Хорошо Вопрос от Светланы Скажите, отчего развивается ревматоидный артрит? Всегда ли он ведет к инвалидности? Наверное, тоже вопрос такой, очень, как бы, объемлемый Кто вам сказал, что здесь будет легко? Да, да, ну, вообще, вопросы, конечно, я просто поражена Такие вопросы, в общем-то, знаковые Практически все разделы ревматологии, все группы заболеваний Вот, ну, и ревматоидный артрит – это из группы воспалительных заболеваний Это самая большая группа заболеваний То есть их, ну, ревматоидные артриты, мы будем так называть, скорее всего Вот, заболевания относятся к категории воспалительных, аутоиммунных Как вот я рассказывала про анкилозирующий спондилартрит Это тоже агрессия организма, то есть выработка аутоантител И воздействие там на синовиальную оболочку То есть воспаление синовии И разрастание ее И, как бы, разрушение субхондральной кости То есть той, которая находится под хрящом То есть это такой серьезный процесс Который остановить только можно с помощью и серьезных препаратов И лечение разработано То есть есть этапы лечения Разработаны международные и российские рекомендации Которые утверждены вот у нас буквально в прошлом году Российские рекомендации на основе европейских рекомендаций И все ревматологи владеют, в общем-то, этими методами лечения Поэтому, конечно, нужно попасть в руки грамотного специалиста Чтобы он уже, будем говорить, разработал такую программу лечения С определенными этапами И с соответствующим контролем Потому что все препараты, которые назначаются Они требуют контроля серьезнейшего В плане и возможных токсических воздействий Каких-то побочных эффектов И оценки эффективности этой терапии Поэтому вот индивидуально тоже так же Я думаю, что особенно волнует Светлану Так это финал, непременно ли вот ее состояние Закончится инвалидизацией То есть вот как я и говорила И про болезнь Бехтерева, и также скажу про ревматоидный артрит То, что возможно достижение ремиссии И возможно достижение даже излечения То есть сейчас цель ревматологов основная Это излечение Ремиссия и затем излечение То есть все на сегодняшний день возможно Разработаны высокотехнологичные методы лечения Которые вот оказываются у нас в Оренбургской области Сейчас широко и с каждым годом все больше И пациенты получают геноинженерно-биологические препараты Это как последняя, будем говорить, группа такая препаратов Которая действительно назначается в состоянии, может быть, уже отчаяния Будем говорить, когда классическая терапия неэффективна Поэтому нужно быть в руках очень опытного доктора И не отчаиваться И не отчаиваться Мне кажется, внутренний расстрой тоже играет огромную роль Конечно Так что, дорогая Светочка, давайте не будем пускать руки Расстраиваться и лечиться нужно Если у вас есть вопросы, связанные с самочувствием И конкретно с позвоночником, с суставами Сегодня вы напрямую сможете поговорить с ведущими специалистами в этой области С ведущими специалистами-медиками в этой области Главный ревматолог Министерства здравоохранения Оренбургской области Ольга Николаевна Беляева И главный травматолог Минздрава Дмитрий Юрьевич Пупынин Отвечают на ваши вопросы И я думаю, что многие уже, оказавшись в числе первых, получили исчерпывающий ответ Но мы не останавливаемся У нас еще без малого четверть часа до финала программы Поэтому ответим сейчас на вопрос Юлии Если вы не против Логично Она спрашивает Чем отличается артроз от артрита? И что опаснее? А задача ли в очередной раз? Ну, в принципе, такой правомерный вопрос тоже Интересный Но я могу сказать, что опасно, в общем-то И той дружине Желательно не страдать ни тем, ни иным Потому что исходом любого заболевания И артроза, и любого из артритов То есть, ну, я должна сказать, что Классификация ревматических болезней Она включает в себя более ста там За различных заболеваний И практически при каждом могут быть явления артрита То есть, это воспалительные заболевания Но артроз тоже сейчас Это уже устаревшее, будем так говорить, название То есть, вообще, ну, как бы Такое наиболее распространенное название Это остеоартрит То есть, артроз, как бы, раньше считали Что это дегенеративное заболевание Оно в основном сопряжено с возрастом Хотя, действительно, с возрастом В пуляции все больше таких пациентов становится Вот, но, тем не менее Это тоже воспаление, но особого какого-то рода Потому что мы знаем, что мы применяем препараты Которые тоже обладают противовоспалительным эффектом Поэтому, ну, в общем, такое вот Ну, то есть, нужно, конечно, более детально Но вот я уже основной объяснила Что, в общем-то, везде имеет место воспаление И оно требует тоже лечения То есть, есть такое понятие Таргетная терапия, точечная То есть, нужно воздействие на механизмы Развития каждого заболевания Ну, а опасно или не опасно То есть, исходом любого заболевания Будь то артроз, будь то артрит Может быть, обездвиживание, да, сустава Когда уже нужно будет обращаться к травматологам Поэтому нужно обращаться на ранних стадиях заболевания Когда появились первые симптомы А какова они, кстати? Ну, это боль Первый, как бы, симптомы Это, конечно, боль То есть, пациент, может быть, нет еще И внешне не изменен сустав И он, как бы, обычный вроде бы Но организм сигналит Да, но организм подает сигнал То есть, это основная защита наша Это боль То есть, когда возникли первые симптомы Вот эти, нужно разбираться с причиной Этих болевых ощущений Ольга Николаевна, знаю совершенно точно Что люди, страдающие вот Заболеваниями суставов и позвоночника В неограниченных количествах Употребляют обезболивающий препарат Насколько это опасно? Насколько это тревожно? Ну, конечно Или все-таки допустим вариант Это, в общем-то, небезопасно Потому что мы все чаще видим осложнение вот этой терапии То есть, самостоятельного приема препаратов То есть, препараты вот эти нестероидные Группы нестероидных противовоспалительных Они, конечно, достаточно токсичными являются И как бы дозозависимая эта токсичность То есть, вот этот неконтролируемый прием препаратов Он вызывает различные осложнения Это и влияние, будем так говорить На систему кроветворения То есть, угнетение И вот, система кроветворения И развитие различных токсических гепатитов Либо нефритов То есть, поражение паренхематозных органов В печени, почек То есть, вот это мы очень часто видим И нефропатия, связанная с приемом Нестероидных противовоспалительных препаратов И гепатиты И все это не безобидно Доктор просчитывает эти дозы И... Нужен контроль надлежащий Контроль за показателями функции печени и почек На стадии, как бы, стартовой терапии Будем так говорить Контроль за показателями Ну, вот, гемопоэза, будем так говорить Уровни лейкоцитов, там, тромбоцитов в крови То есть, доктора знают, как контролировать Я можно добавлю Потому что неконтролируемый прием Обезболивающих препаратов Вот часто, как бы, и к нам имеет отношение В плане того, что, когда такие пациенты Приходят по какому-то поводу На оперативное вмешательство После длительного приема Это может вызвать достаточно серьезное осложнение Во время операции Потому что бывают даже такие, ну, скажем, неконтролируемые кровотечения На фоне длительного приема этих препаратов Которые, вот, связаны с подавлением Системы гемостаза Вот И это, как бы, создает такую серьезную проблему Мы даже пациентам Говорим, что вот нужно отменить какое-то время препараты А потом только приходить на операцию Также язвенное поражение Желудочно-кишечный, слизистый желудочно-кишечный тракт Больше ни одной таблетки не съем Тоже это очень грозное осложнение Которое, как правило, и кровотечением осложняется То есть это язвы желудка и кишечника Все, больше ни одной таблетки не съем Буду умирать от боли, но не буду пить таблетки Так категорично нельзя А что делать, надо выбирать Защищать Анастасия спрашивает Расскажите про остеопороз Почему он возникает? Действительно он распространен у женщин в пожилом возрасте? Еще один раздел Еще один раздел ревматологии Ну, в общем-то, это всеобъемлющая проблема Которая интересна, в общем-то, всем докторам То есть это не только ревматология Это вообще, будем говорить, терапия, даже хирургия Вот сейчас травматологи все глубже в эту проблему Тоже как бы погружаются Потому что это очень важно Вот, ну, как правило Ну, это тоже системное заболевание Которое сопровождается снижением минеральной плотности костной ткани И самое грозное осложнение Это, конечно, переломы Ну, и вот задает зрительница, да? Да, Анастасия Анастасия Действительно это сопряжено с возрастом или нет? Конечно, что это сопряжено с возрастными То есть есть и идиопатический остеопороз Который развивается без причин Будем говорить, каких-то явных То есть первичный остеопороз Не без причин, а первичный остеопороз Который как бы генетически предопределен И тоже занимаются эндокринологи этими проблемами Гинекологи, ревматологи И есть вторичный вот такой остеопороз Который развивается у женщин в постменопаузе И как бы подходы какие? Конечно, есть профилактика То есть это контроль за показателями определенными Крови и лечение То есть это раннее назначение препаратов кальция Возможно, там бисфосфонатов и других препаратов Ну, сейчас нас услышали, очень многие сказали Я пойду в аптеки и куплю кальций Д3-никамид Опять-таки Самый популярный препарат, который И буду пить Не обязательно, может быть и не нужно пациенту принимать кальций Д3-никамид А он профилактически решил Может ли это помешать? Может ли это нанести удар по организму? Ну, как правило, нет Не наносит такого То есть если выпьют, ничего страшного Да, остеопороз даст больше осложнений, чем профилактика Добавлю по остеопорозу Вот как бы проблему сказали Что травматологи сейчас сталкиваются с проблемой тоже остеопороза В связи с тем, что возраст населения как бы растет средний Продолжительность жизни увеличивается, к счастью Вот, но растут проблемы, например, в том числе связанные с остеопорозом И сейчас считается, что остеопороз косвенно как бы является Ну, способствует одной причинам смертности в пожилом возрасте Потому что эти больные очень часто получают множественные переломы И в частности, допустим, переломы шеек бедра Или вообще максимального отдела бедра Которые как бы пациенты не умирают от этой патологии Но это причина, которая приводит часто к смерти от сопутствующих заболеваний в пожилом возрасте Поэтому борьба с остеопорозом сейчас даже как бы рассматривается Там Всемирная организация здравоохранения как одна из таких приоритетных Знаете, вот прям вдогонку Елена присылает вопрос А скажите, где можно пройти обследование на остеопороз? И в конечном итоге вылечить-то его можно? Ну, обследование, то есть рентгенологи знают Что уже вот определение рентгенологически у остеопороза Это 50% потери минеральной плотности костной ткани практически Когда уже рентгенологически мы можем увидеть Мы можем уже констатировать, что идет уже большая потеря костной массы Вот, поэтому, ну вот самые простые методы Это, конечно, определение уровня кальция, витамина D Рентгенологические методики и денситометрия так называемая То есть есть скрининговая денситометрия, это ультразвуковые методы И есть, как бы, количественная... Это по кисти рук? Ну, это есть по кисти рук, есть по пяточной, то есть по дистальному отделу луча Да, есть по пяточной кости, то есть различные методики А количественная оценка потери костной массы, она идет с помощью рентгенологической денситометрии Рентгеновской, вернее, денситометрии Денситометрии всего тела, либо каких-то отдельных вот сегментов То есть, в общем-то, у нас, я не хочу так, о грустном, как говорится, не хочется говорить, но вот в областной больнице один из первых денситометров в области был. В настоящее время он сейчас как бы уже и морально устарел, и он не функционирует. То есть, ну вот областная больница планирует эту проблему решать таким образом, что, возможно, будет приобретаться этот аппарат. Я знаю, что есть денситометр двухэнергетический, рентгеновский в госпитале ветераном Флойн. То есть, вот там действительно... Уж приобретите, пожалуйста, очень научно нужно это. Очень необходимое исследование для того, чтобы, во-первых, оценить на старте терапии минеральную плотность костной ткани, да, и затем отследить в процессе лечения, есть ли эффект от лечения или нет. Нужно поменять терапию, либо нет. Ну и сейчас тоже разработаны очень интересные методы лечения, новые препараты. Практически, ну это озвучить невозможно, это отдельная тема, наверное, для эфира, потому что... И несколько для другой программы. Да, для другой программы. Знаете, вот прям тема остеопороза зацепила за больное многих наших зрителей. Ольга спрашивает, скажите, доктор, можно ли диетой предупредить развитие остеопороза, или обязательно нужны только таблетки? Ну, расскажите, что лучше всего есть? Что лучше всего есть? Ну, вообще, то есть, есть продукты, которые содержат большое содержание кальция. Это, в частности, молочные продукты, это рыба. То есть, молочные продукты какие? То есть, твердые, сырые большое количество содержат кальция. Творог тоже. И рыбные продукты. В рыбе очень много. То есть, аксессы сделать на это? Да, да. Ну, то есть, пока это вот такие элементарные, будем говорить, такие рекомендации. Арчанину Владимиру отвечаем. Слышала, что разорванный мениск на коленном суставе, правильно смотрю на вас, да, Дмитриевич? На коленном суставе можно сшить через проколы. Так ли это и насколько эффективны эти операции? Я попрошу оценить уровень знаний наших зрителей. Подготовленные пациенты, зрители. Да, ну, во-первых, операции на коленном суставе, на менисках и на связках сейчас в 100% практически случаев выполняются через так называемые проколы, то есть эндоскопические. Вот, и мениски можно сшить, но не во всех случаях. То есть, есть определенные показания к этому. Они определяются обычно во время операции самой. То есть, до операции сложно сказать, можно сшить мениск или нет. Мы сшиваем сейчас мениски последние два года, даже больше, наверное, уже три. Где-то порядка 70 пациентов у нас таких было. Пока рецидив после шва был у одного только. Ну, то есть, вот об эффективности. Лариса Петровна спрашивает. Вот вы рассказывали об операциях на тазобедренном суставе, на коленном суставе. А как долго служит-то искусственный сустав? Вот я уже, как бы, краем затронул эту тему. Современные эндопротезы коленного и тазобедренного сустава рассчитаны на несколько миллионов циклов. То есть, их проверяли, как бы, в специальных лабораториях. И это соответствует примерно, если брать жизнь и нагрузку обычного человека, порядка 20-25 годам. Ну, это, опять же, если... То есть, четверть века в перспективе есть у человека. Да, и, в принципе, вот на сегодняшний день есть пациенты, ну, не в Оренбургской области, а вообще есть пациенты, у которых там эндопротез, допустим, тазобедренного сустава простоял 25 и более лет без замены. Дмитрий Юрьевич, бывают такие ситуации, что нужна замена двух суставов? Бывают, очень часто. И скажите тогда, через какой отрезок следует вернуться... Ко второму? Ко второму, да. Здесь сложно сказать. Обычно, как бы... Я так понимаю, это не разово делается? Нет, ну, не менее полугода, скажем так. То есть, разрыв минимальный в полгода? Да. Да. Денис присоединяется к нам. Делают ли у нас операции по замене сустава плеча на искусственный? Слушайте, какие мы уязвимые? Да. По замене сустава плеча такая же ситуация, как вот по замене суставов кисти. То есть, мы технически готовы к этой операции, у нас есть проученные специалисты, и мы на следующий год планируем эти операции пополнять. Что Денису следует потерпеть? Нет, ну, он может сейчас обратиться уже на консультацию, мы, допустим, его запланировали. И место разогнесете, да? Да. Ответим, Наталья. Какие существуют профилактические меры по предупреждению болезни суставов? Это очень важно. Мне кажется, у каждого заболевания все-таки есть, да, профилактика и возможность предупреждения. Вот та тема, которую мы коснулись сегодня. Да, то есть, вот я уже говорила, что большая группа различных, да, заболеваний суставов есть. Но есть общепринятые такие рекомендации. То есть, в первую очередь, то есть, пусковыми факторами к развитию различных заболеваний могут быть инфекции. То есть, это, конечно, введение здорового образа жизни и профилактика хронических очагов инфекции. Элементарно. Своевременная санация полости рта. Лечение инфекции придаточных пазух носа, допустим, верхних дыхательных путей. Ну, каких-то, может быть, там, пиодермии, поражений кожи и тому подобное. Также лечение воспалительных заболеваний любого происхождения. Также здоровый образ жизни. То есть, это физическая культура, будем так говорить. Питание правильное. Вот мы говорили о подагре уже, где напрямую диета связана с обострениями этого хронического заболевания. Ну, и также, вот я уже говорила, что наследственные факторы, конечно, никак нельзя предотвратить. Но они, как правило, вот эти наследственные предопределенности, они реализуются именно тогда, когда организм особо уязвим. То есть, он подвержен либо каким-то инфекциям, как я говорила, хроническим, либо каким-то внешним факторам, там, метеофакторам, тяжелым физическому труду и тому подобное. То есть, вот такие моменты. Прямо последние минуты отчитывает наша программа. Давайте успеем ответить на вопрос Анны Васильевны, ну, хотя бы так, в телеграфном стиле. Можно ли вылечить остеохондроз позвоночника? Вылечить нельзя, можно снять болевой синдром, то есть, и какие-то вот его проявления, то есть, убрать межпозвоночную грыжу, допустим, которая, убрать нестабильность позвонков, которая вызывает неврологическую симптоматику, и как-то зафиксировать позвоночник. Ясно. Петр, какое исследование позвоночника лучше, компьютерный томограф или МРТ? Оба хорошие и применяются в зависимости от ситуации. Вновь вопрос относительно передачи болезни суставов по наследству. Возможно, Оксана чуть позже присоединилась к нам, мы уже ответили. Андрей Иванович спрашивает, какие операции на позвоночнике делают в вашей больнице, Дмитрий Юрьевич? У нас выполняются операции при травмах позвоночника, то есть, при переломах позвонков на всех отделах, при дегенеративных заболеваниях позвоночника, это как раз при остеохондрозе и межпозвоночных грыжах. И также у нас выполняются операции при сколиозе. Как ни странно, но один из самых таких волнующих вопросов оказался в конце этого списка. Ответьте, пожалуйста, Ивану, сколько стоит операция по замене сустава? Операции по замене сустава для жителей Оренбургской области выполняются бесплатно в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи из областного бюджета. Все. Иван будет спать спокойно и ждать своего звездного часа. Друзья мои, вы знаете, удивительный случай. Мы сегодня ответили практически на все вопросы, которые заранее наша аудитория прислала к нам на сайт orininform.ru. И произошло это благодаря грамотной, оперативной и, не побоюсь этого слова, душевной консультации гостей сегодняшней программы. Главного ревматолога Министерства здравоохранения Оренбургской области Ольги Николаевны Беляевой и главного травматолога Минздрава Дмитрия Юрьевича Пупынина. Я благодарна вам за этот разговор, хотя наверняка вопросы есть еще. Так что не откажите прийти к нам в студию. Спасибо. Время нашей программы истекло. И я напомню, что «Поговорите с доктором» это совместный проект регионального информационного агентства Orininform и Оренбургского областного центра медицинской профилактики. Заостряю ваше внимание, наша очередная встреча состоится 28 октября в 18 часов, в 19 часов 30 минут. И на этот раз к нам в студию придет главный невролог области Сергей Вельмейкин и главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Оренбургской области Марина Фомина. И говорить мы будем о реабилитации пациентов, которые перенесли инсульт. Поговорите с доктором свои вопросы. Вопросы в течение недели, ну а в этом случае в течение двух недель можно отправлять на наш сайт orininform.ru. Мы ждем их с нетерпением и готовимся к встрече с вами. Всего доброго. До свидания. Пожалуйста, не болейте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!